КОНЕЦ Модель эстонского общества защиты животных Хейки Вальнер отмечает, что сейчас с кошками работают, часть уже успели стерилизовать и подлечить. Когда мы начинали их таскать к врачу, тогда посмотрели, что как будто 60-70, в следующий раз как будто уже 80, теперь ясно, что 80 на месте, на улице, полудиких таких 10, может быть 20, никто не знает, и 5 мам рожать будут, вот сколько оттуда еще идет. Так что это самая большая колония в истории Эстонии, больше 100 кошек. Приюты в Эстонии, куда перевозят потихоньку колонисток, весьма комфортны для них, но они просто не могут справиться с таким невиданным наплывом животных. Чтобы обработать, как здесь говорят, сотню пациентов, им необходимы немалые средства. Кошек надо не только стерилизовать, но и вылечить от паразитов и инфекций, для чего необходимо сделать немало анализов. Вальнер отмечает, что на помощь уже пришли сердобольные скандинавы, часть животных будет перевезена на реабилитацию в соседние страны. К нам сейчас в помощь пришли и шведы, и финны, и я думаю, что большинство из них выезжает в Финляндию, Швецию, Норвегию, так что у них есть свои связи, контакты, и они и раньше помогали эстонских приютов, и за год где-то 170 кошек они могут отвезти отсюда. Пока же стоит вопрос так называемой передержки, временного размещения котов и кошек на период лечения и стерилизации. Защитники животных обращаются к жителям страны. В том случае, если вы хотите предложить любую посильную помощь, взять одно из животных себе хотя бы на время, или помочь материально, то все реквизиты можно найти на веб-страничке общества www.lomakaitse.eu. Алексей Иванов, Тит Карг, Первый Балтийский канал.